В минувшую субботу жители села Вознесенска отмечали день рождения. Ему исполнилось 153 года со дня основания. Праздничные мероприятия проходили несколько дней и в различных местах. Ранним утром, пока шла подготовка к празднованию Дня Села, на поле проходили соревнования по футболу. Две команды у нас постоянно, да. А ну, как у нас, синие и зеленые, вот такие в основном. С каким преимуществом выиграли зеленые? Мы зеленые выиграли с преимуществом 6-5. Да, молодежь проиграла, но они маленько помладше. В каждой команде принимало участие по 15 человек разного возраста. Участникам соревнований были вручены грамоты и памятные подарки, а победителям куба, грамота и мяч. Играя я с самого детства в этой деревне, здесь родился, вырос. Играли раньше на район, когда было финансирование, совхоз был. Была команда хорошая, завоевывали и третьи места по Амурскому району. Ну, в дальнейшем это все распалось, все разъехались. Ну, а так в данный момент все работают по вахтам. Считаю, собираемся редко. Ну, а так всего праздник, вот сам приехал только недавно. Первый тайм отыграл. Всего-всего слава нам и лучше, а до сельчанам с праздником всех. Вознесенское – одно из сел, основанных в период освоения дальневосточных земель. Село расположено на берегу реки Амур, напротив города Амурска. Несмотря на то, что в 2013 году Вознесенское пострадало от наводнения, даже сегодня оно далеко не производит впечатления в умирающего села. Это довольно крупное сельское поселение, в котором проживает более 2000 человек и есть все социальные атрибуты. Это школа, детский сад, клуб, магазины и прочее. До сих пор работает совхоз Вознесенский – градообразующее предприятие села. За эти годы село значительно изменилось. Развивается структура, социальная сфера. Есть и появились новые традиции. Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в становление и развитие села. На въезде в село можно увидеть памятный знак в честь 120-летию Вознесенского. Установлен он еще в 1984 году. Здесь имеется мемориальная доска в честь братьев Бородиных. Также в селе есть улица и братьев Оненко, погибших на фронте. А главная улица села названа в честь 35-летия Победы. По поручению и главы Амурского муниципального района Ивана Васильевича Масько отдельно поздравить вас с таким замечательным днем. Пожелать вашему поселению, конечно же, процветания. Конечно же, демократического роста. И от себя лично я бы хотела пожелать, чтобы вы жили по принципу, особенно я обращаюсь к молодому поколению, где родился, там и пригодился. На мой взгляд, у нас богатый Амурский район, красивейшие поселения с достойными жителями. Сохраняйте свои традиции, приумножайте культуру, приумножайте культуру патриотизма, любви к близкому и уважения к взрослым. На главной площади около Дома культуры расположен памятник жителям Вознесенская, погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны. В честь 153-летия села тут собрались жители и гости на праздничный концерт. Вспомнили первых переселенцев, остановивших свой выбор на красивом месте, где по сей день стоит село Вознесенская. Пожелать здоровья всем жителям, успехов, чтобы нам дали водный транспорт, чтобы мы могли попадать в город Амурск, ну и всего хорошего, всего наилучшего. В этот день чествовали почетных жителей села. Памятным подарком и грамотой наградили хозяина лучшей усадьбы. Также были отмечены лучшие работники предприятий, спортсмены, победители различных выставок. Отметились семейные пары, у которых в 2017 году юбилейная золотая дата. Я желаю жителям села Вознесенская, чтобы у них было много детей, чтобы у всех была работа, чтобы уважали старость всех старых людей, что есть. Ну и всех, кто женился в этом году. Хоть в Вознесенском и 13 улиц, жители тут несуеверные и очень любят свое село. В этом году зарегистрировано 13 браков, а на свет появилось 12 девочек и 21 мальчик. Я гордуюсь тем, что я здесь прожила большую жизнь с детства. Поздравить жителей села приехали вокальные коллективы из города Амурска и поселка Известково. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником, праздником летним. Желаю вам счастья, здоровья, долголетия, чтобы на этой прекрасной земле, на этой прекрасной сопочке вы так же прекрасно жили, так же трудились, делали доброе дело для нашей прекрасной, великой, родной и любимой страны. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому назовись, кому надевай, гуляй, Россия, гуляй и пой. Ирина Жданова, Олег Узмичев, Телеканал Амурск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова